Приветствую вас. Вы знаете, есть некоторое противоречие между тем, что вы с одной стороны не хотите жить, с другой стороны, что вы боитесь любых боль в организме. Вот это противоречие, оно наглядно показывает, какой истинный у вас стимул для того, чтобы существовать. Значит, если бы вам было наплевать на себя, вы бы не боялись боли, вы бы не боялись того, что вы болеете, что-то еще и так далее. Это означает, что вы просто не видите одежды на то, чтобы жить так, как вам хочется. Потому что вы постоянно выполняете роль жены, выполняете роль матери и никаких других вы не играете. Друзей у вас нет, с мужем отношения борются на тянутое. И в итоге получается, что вы не принадлежите сама себе. Вот из-за этого все проблемы. Пожалуй, правильной рекомендацией в вашем случае будет организация личного пространства, формирования только того, ареал той области, где хозяйничаете только вы, которые выступят только вам и никому больше входа туда нет. Далее в обязательном порядке рекомендуется больше обращать внимания за себя. В обязательном порядке рекомендуется заботиться о себе, выделяйте время на то, чтобы заботиться о себе и, собственно говоря, как ухаживать за собой. То есть, по сути дела, играть не только роли, но и быть отдельным человеком. Идентифицировать себя как отдельно от семьи с объектом. И вот это станет как бы началом к тому, чтобы жить той жизнью, которой вы можете жить в ваших условиях. Допустим, вы любите петь. Ну, правильно? В шоу-бизнес вы не попадете. Ладно. Но зато вы могли бы достаточно легко петь в свободное время, получая наслаждение от этого. И чувствовать, что вам это нравится через пение, выражая свои эмоции, свои переживания и, в общем, то, что вас волнует. Пение могло бы послужить неплохим средством выражения своих эмоций и избавления от негатива. И им можно заниматься тогда, когда у вас есть как раз таки свободное время. То есть вам необходимо дать себе установку, что это не это, а прямо вот жизненно важно для вас. Дальше. Дальше, что касается отношений с мужем. То с ним вы ведете себя так из-за неуверенности в себе, из-за того, что чувствуете, что занимает имение в нашем уроке, чем он вероятно. И отсюда ваши придирки к нему, ваши какие-то скандалы и прочее. Ну, кроме того, что вы начнете думать о себе больше, попробуйте еще подумать. А что это, собственно говоря, мешает вам строить хорошее отношение с мужем? Он действительно такой плохой? Или это только ваше субъективное восприятие его? Если субъективное восприятие, то вы постарайтесь отделить субъективное от объективного. То, что лично вам не нравится, и то, что есть на самом деле. И спросить себя в первую очередь, а почему мне не нравится то, что делает мой муж? Чем это обусловлено? И вот с помощью ответов на этот вопрос, вы сможете выработать в себе адекватное отношение к мужчине. И не будете тратить время на ссоры, скандалы, выяснение каких-то моментов и прочее. Самым отдаляя себя от него и, естественно, вредя ребенку. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарен. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.